Удаляем пятна от красного вина Пролили красное вино на белую блузку. Не беда. Залейте свежее пятно обычной газированной водой и протрите бумажной салфеткой, пятна как не бывало. Веселитесь дальше. Избавляемся от следов отбеливателя. Если отбеливатель попал на темную вещь, его уже не отмыть. Пройдитесь по пятну несмываемым маркером, подходящего цвета, и следы катастрофы станут незаметны. Меряем джинсы, не раздеваясь. Понять, подходят ли вам джинсы, можно и без нее. Оберните талию джинсов вокруг шеи, если не сойдется. Значит, эти брюки вам явно маловаты. Новая жизнь старых джинсов Тертые джинсы порвались настолько, что осенью в них холодно выйти на улицу. Подденьте под них колготки с крупным, бросающимся в глаза рисунком, и будете выглядеть, как рок-звезда. Пятна от пота, больше не проблема. Сбрызните одежду подмышками, лимонным соком прежде, чем бросить ее в стиральную машину, и пятна от пота, исчезнут с гарантией. Уничтожаем пятна от дезодоранта. Пятна от дезодоранта, оставшиеся на одежде, легко снимаются детской влажной салфеткой. Держите небольшой запас салфеток под рукой, и можете одеваться, не опасаясь оставить на вещах белые полоски. Боремся с непослушными пуговицами. Если пуговицы на рубашке, или платье вечно перекашиваются, или растягиваются, смажьте их как следует бесцветным лаком для ногтей. Тогда они будут, стоять равно в ряд, и больше не доставят вам хлопот. Уничтожаем пятна от помады. Пятна от губной помады, так легко попадают на одежду, и так трудно отстирываются. Но есть секрет, сбрызните пятно лаком для волос, дайте ему чуть-чуть подсохнуть, легонько промокните, и положите вещь в стирку. Она будет как новенькая. Как обновить старые ботинки. Очистите ботинки от грязи, вымойте теплой водой с мылом, и обрызгайте смесью, из одной части уксуса, и одной части воды. Вытрите насухо, сбрызните кондиционером, и водоотталкивающей пропиткой, и ботинки как новые. Как избавить одежду от котышков. Даже после стирки, на темной одежде вечно остаются какие-то ворсинки, и котышки, придающие ей грязный, неопрятный вид. Чтобы избавиться от них, пройдитесь по вещи безопасной бритвой, а затем, чистящим роликом. Вещь сразу обретет свой первоначальный вид. И длинные джинсы, и высокие ботинки, делаем сочетание идеальным. Если край ботинок приходится выше края джинсов, не надо заправлять их в ботинки, словно турист, или натягивать поверх обуви, подобно малышам на горке. Сделайте один большой отворот, край которого будет вровень с краем ботинка, вы будете выглядеть стильно, и вам больше ничего не придется поправлять на ходу. Идеально, отглаженный воротничок рубашки, это легко. Воротничок рубашки все время морщит, сколько бы вы не обрабатывали его утюгом. Попробуйте использовать вместо утюга щипцы для выпрямления волос, и результат вас удивит. К тому же это куда проще, чем обычная глажка. Модный топ своими руками, за несколько минут. Надоела старая футболка. Не стоит пускать ее на тряпки, лучше, вооружившись ножницами. Вырезать из нее топ своей мечты, и некоторое время наслаждаться новой модной вещичкой, сделанной по собственному вкусу своими руками. Уничтожаем запах от одежды с помощью водки. Смешайте пульверизатор и рюмку водки, несколько капель ароматического масла, и немного теплой воды, и вечером побрызгайте на старые джинсы. К утру они будут пахнуть исключительно свежестью. Увлажняющий крем – спасение для обуви. Увлажняющий крем для лица или тела, куда полезнее кожаным туфлям, чем обычный обувной полироль. Попробуйте, и убедитесь.